Я вдруг понял, что можно использовать песни для того, чтобы искать своих. Хоть частушки на Удмуртском под контрабас. Мне просто повезло, что я со всей этой дрянью слез на психотропы. Илюш, ты что-то... Приболел тебе? Да, ты что-то порошка перебрал. Я использовал алкоголь в медицинских целях. Вот оно. Вот оно началось. Лучше, чем надо, не надо. Да, учитель. Илья, приветствую. Привет. Я очень рад, что могу спустя, наверное, годы выразить тебе такой респект. У меня сейчас борода на ходу будет сидеть, знаешь, такая... По волоску покажем, я вырос на ваших песнях. Нет, 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 как раз нет. Знаешь, когда-то так получилось, что моя песня попала в первый рок из Подворотин. Ух ты. Да. И я прям вот очень хорошо запомнил этот момент. Я не скажу, что это, конечно, было какое-то ключевое событие в моей жизни, да? Но реально, блин, тогда в 2003, да, году это было? Наверное. В 2003 году, конечно, это было охрененно. Потому что я такой простой парень из Донбасса, из города Горловка. И такой, блин, и мою песню просто... И у нас тогда не было еще ни одной студийной записи. Это было все в домашних условиях там записано. И вдруг эта песня выходит там где-то в Питере на сборнике. Вот в гад группы Пилот. То есть это было, конечно, мега круто. И, по-моему, кроме вас такой темы вообще никто не делал. Как вы вообще это все придумали? Ты знаешь, это просто преемственность определенная. То есть я посчитал, что если старшие товарищи широко участвовали в нашем... Я бы не сказал, что продвижение, да? Ну, в помощи какой-то. Нам действительно очень много кто помогал. Я посчитал нужным отдать этот долг следующим, да? Молодым ребятам. То есть кого помочь им. Каким-то образом тоже советом. Там выложить их творчество. На всеобщее обозрение и так далее. Потому что, ну, я думаю, если бы не ребятушки, как бы старшие наши, то, возможно, бы и группы Пилот может и не было бы сейчас. Потому что, ну, много кто помогал. И группа кино помогала практически полным составом. ДДТ нам очень сильно помогли. Алиса. Очень много кто из Ленинградского рок-клуба. Ребята очень много кто помогал. Гаркуша тот же самый. Вот. И разные-разные абсолютно люди. Вот. Тот же самый Андрей Бурлака нам помогал. В общем, как-то кто чем мог. Вот. И как бы там. То здесь пнут. Знаешь, там. То тут подтащат. Не давали нам свалиться в канаву. В общем. Учитывая еще нашу совершенно разгильдейскую жизнь тогда. Образ жизни. И понятно, что у нас в голове все было на полдевятого. Парни были отвязаны. Поэтому все понимали, что если нас не контролировать как-то со стороны, то ансамбль быстро почит в базе. Причем каким-нибудь трагичным очень способом. Вот. Поэтому старшие за нами приглядывали. Можно так сказать. А ты вообще как-то следил ли за теми ребятами, которые потом выходили как-то на этих сборниках? Может быть, потом с кем-то ты близко сотрудничал или нет? Ты знаешь, не особо. Мы ни в коем случае не хотели быть продюсерами. Ну, понятно. Вот этого проекта «Рок с подворотин». Мы просто посчитали нужным донести до широкой массы людей творчество, которое мы считали достойным этого. Поэтому этот проект не был связан ни с стилями музыки, никакими. То есть люди могли присылать что угодно. Хоть частушки на Удмуртском под контрабас, понимаешь, там электронную музыку, ну все что угодно. Лишь бы это цепляло. И на русском языке у нас было такое условие. Вот. Поэтому всякого разного мы, конечно, переслушали за годы. Но надо учитывать, что иногда, например, я уезжал в деревню, брал с собой, скажем, присланные вот эти записи, скажем, штук 50, а то и 80. И вот мы просто вечером у печки сидели и отслушивали это все. Я могу тебе сказать, что из 30 композиций, ну одна была вот более-менее. А остальные 29 было, ну, как бы такая хрень на коленках. Ну, понятно, что людям нравится, люди хочется что-то выразить, что-то и так далее. Но это все вот одно и то же. Штамповка, знаешь, клише, текстами, музыкой, сыграно плохо и кое-как спеты и так далее. Но одна из 30, да, обычно цепляла. Вот. И мы вот это вытаскивали, вот, представляешь, из этой... Ты не представляешь, сколько мы его переслушали. Ну, вот все достойно. Мы доносили до людей, а дальше они сами. То есть мы такой трамплинчиком, да, предоставляли. И некоторые этот трамплинчик очень неплохо использовали. Ну, кто не понадеялся на нас, да, а как бы двинул своими силами дальше. То есть мы говорили, ребята, мы вас за шкирку тащить не будем. Мы вам даем только шанс. Так вот двери приоткрываем. И, например, у нас там FPG, по-моему, выходило на «Рок с подворотин», которые впоследствии вон как скаканули хорошо, да. Там группа анимации из Казани та же самая. Вот, тоже скакануло там хорошо. Как бы, ну, ребята, кто использовал, те пошли вперед. Ну, а кто на попе сел, тут такая, как говорится, остался. Что делать? Я почему-то сразу вспомнил фестиваль «Наполним небо добротой» 96-го года. Тогда еще вы же назывались «Непилот». Тогда еще, получается, была «Милитарий Джейн». Да. Это была потрясающая идея у Юры Шевчука. То есть там смысл был в том, что одна именитая группа, да, как паровоз играет. И эта группа паровоз выбирает себе двух, ну, как бы протеже. Грубо говоря. Берет два коллектива, по-моему, два или три. Паровоз выступает и три, вот, группы представляет молодые. Это была отличная вообще сама по себе идея. Я бы сейчас-то с удовольствием бы повторил, если бы, ну, кто-нибудь делал бы какой-нибудь фестиваль такой группный. Потому что все равно каждая группа вращается в своей стилистике музыкальной, да, ну, в своем настроении, атмосфере, там, каком-то посыле. И поэтому разные группы вытаскивали совершенно разные коллективы, понятное дело, да, какие-то андеграунды не очень известные, о которых мы тоже, как и ты, вот, там, первый раз услышали, да, многих вообще на этом фестивале. Это было реально открытие, очень круто и так далее. Со всех разных, разных направлений музыки и так далее, и так далее. И нас тогда представлял объект насмешек, вот, Сашка Рикошет, он представлял, по-моему, нас, Кирпичей и Джанку. Да, да, да. Да, вот, три группы, да. Молодец вообще, очень здорово тогда, да, и фестиваль был очень крутой. Допилотный такой период, как ты к этому сейчас вот относишься? Ощущение, знаю, что это был вообще другой человек. Было совершенно другое настроение у меня, мне, поэтому, мне нравилась совершенно другая музыка. Все-таки, ты знаешь, можно сказать, что я начал жизнь одним человеком, а сейчас являюсь настолько другим, что я даже, мне иногда смотрю старые записи, ну, или там, где-нибудь попадаются, или какие-нибудь фотографии старые, я не признаю в этом человеке себя, вообще. Потому что мне и гранж музыка нравилась, своей вот этой депрессивностью, да, вот этой, во-первых, потому что в тот момент у меня была наркозависимость, мне это все очень было близко, а я парень радикальный, я полумер не признаю по жизни. Вот, поэтому я в это настолько с головой влез, понимаешь, потому что чуть жив остался, как бы. То есть это тяжелые были наркотики все? Я вообще начал с самого тяжеляка, да, то есть я, собственно, начал свою наркокарьеру с опиума, то есть вот то, что мак варили, и все вот эта история там. У нас, когда эти всякие бошки кончались, у нас ханка шла в ход и так далее. То есть в моем кругу, понимаешь, я еще так попал, странно, что я был такой, знаешь, сын полка. Я попал в круг людей, которые были гораздо старше меня, я там был самый молодой. И я был такой, знаешь, у них любимчик в компании. Поэтому мне всегда доставалось все самое лучшее. И иногда даже доставалось бесплатно. То есть, знаешь, такие, вот, а нашему молодому, любимому дайте бесплатный дозняк, знаешь, типа того, правда. Вот, и поэтому, ты знаешь, я на самом вот таком вот-вот чувствовал себя очень хорошо. И поэтому даже, я говорю, там до ханки редко дело доходило. Поэтому у меня очень быстро вырос, конечно, естественно, дозняк. И я очень сильно сидел, и на системе сидел, наверное, года два с половиной, три первые. Но, учитывая мои интересы в эзотерике, религиях и так далее, йоги уже, там, медитации, я это все читал, там, и Кастанет, и так далее. Мне просто повезло, что я со всей этой дрянью слез на психотропы в свое время. Вот, очень быстро. Потому что, ну, мне надоел бычий кайф животное. Я понял, что можно разбираться собственным разумом. Меня всегда интересовала психиатрия, там, и все вот эти вещи. Вот, а на психотропах особо, ну, не посидишь на системе, это же совсем другая, как бы, история. Но, зато это было очень долго, много лет, пока, как говорится, головушка в себя не пришла. Так что, Эмили Триджейм весь этот период был вот под всем этим, как говорится, одеялом. Вот, музыка была соответствующая, депрессивная, отношение к миру было соответственно такое, знаешь, мизантропско-нигилистическое. То есть, как бы, там, мир дерьмо, там, все такое, ну, вся хрень, жить не хочу и так далее. Ну, не знаю. Вот, что-то в этом роде. А потом, конечно, все потихоньку, потихоньку, благодаря всяким практикам, как сказать, религиозным, буддистским, все изменилось. И настроение изменилось, я изменился полностью. И это в таком каком-то прошлом осталось все, знаешь, я так оборачиваюсь и понимаю, что вообще какая-то хрень, знаешь, это как бы, знаешь, у меня такое ощущение, что это как сон был просто. Вот я вдруг проснулся в какой-то момент, ты такой, оп, что это было, знаешь, вот что-то в этом роде. Честно говоря, я вот когда вначале тебе сказал про «Рока с подворотня», я уже так себя поймал на мысли, что, блин, прошло уже почти 20 лет. И я такой, блин, это вот действительно как недавно было. Да, конечно. У вас очень быстро, буквально, наверное, моментально, когда появилась группа «Пилот» и вы выпустили первые там один-два альбома, сразу буквально появилась армия поклонников, если можно так сказать. Вот не у каждой группы такое бывало, чтобы вот прям сразу так оп и все. И вот прям движение такое. То есть как типа «Армия Лис», я думаю, что многие, наверное, даже ребята, которые были в «Армия Лис», они присутствовали и в рядах твоих поклонников. Да и сейчас то же самое. У нас, ну, не сильно пересекается аудитория, но пересекается на какую-то одну часть. Насколько вообще ты взаимодействовал и взаимодействуешь со своими поклонниками? Насколько это все выглядит вот как ты и фан-клуб какой-то есть? Слушай, в свое время это было очень тесное общение, потому что, ну, скажем, с начала 2000-х я, наверное, лет 10 переписывался с поклонниками по электронной почте. Я даже не помню, тогда еще не было никаких контактов или что-то в этом роде, каких-то социальных сетей. Вот. Мы по электронке переписывались там, мне задавали вопросы и так далее. Я в этом всем, значит, там отвечал на какие-то там вопросы по альбомам, по песням, по философии и так далее. Но мне в какой-то момент показалось, что это просто общение исчерпало себя. Вот и все. То есть вот 10 лет я вот провел в этой переписке тесной. Но ты знаешь, многие ребята из фан-клуба, они стали прям друзьями нам по жизни. То есть мы дружим просто уже много лет. До сих пор фан-клубы делают по городам иногда какие-то там флэш-мобы, театральные какие-то декорации к концертам и так далее. Вот, ну в Питере, в Москве, по крайней мере, почти на каждый концерт фан-клубы делают какие-то истории. В зале для развлечения зрителей. Зачастую для нас это тоже такой сюрприз. Сюрприз, да. Мы даже не знаем. Иногда видим прям со сцены какие-то штуки всякие интересные. Ну, это круто, да. Вот. Но вот это прямо общение с людьми, оно, ты знаешь, прекратило. Во-первых, люди стали другие. Я стал другой, люди стали другие. Даже не знаю, как объяснить. Ну, слава богу, что вот, знаешь, у нас, мы, я честно всегда говорю искренне, что мы очень гордимся своей публикой. Потому что она у нас очень адекватная, очень разумная, вежливая, воспитанная и так далее. Понимаешь, поэтому, собственно, уже много лет на концерты даже охрана особо не присутствует. В отличие от других рок-групп. У нас как-то ребята все ведут себя нормально. Даже если там затевают какие-то танцы, хороводы и так далее, да, и тот же слэм. То есть, если кто-то падает, его тут же, понимаешь, там четверо бросаются поднимать. А не так, что там затаптывают. Ну, вот. То есть, все все понимают. Очень разумные люди. И на улице поэтому ко мне тоже нету. Меня все они спрашивают, тебя часто узнают? Я говорю, часто. Ну, и что, не достает? Я говорю, ты меня никто не достает. Иногда, знаешь, подходят очень вежливо. Во-первых, все поклонники меня по имени и отчеству называют. Подойдут, скажут, здравствуйте, Илья Леонидович. Там очень приятно, вот что. Нам нравится, Илья. Я говорю, спасибо огромное. Можно сфотографировать? Да, пожалуйста. Если я спешу, я говорю, извините, ребят, сейчас мне кого-нибудь. Такие, нет вопросов. Все. То есть, нет такого, что с визгом кто-то бегает, знаешь, вешается на тебя там, под дверью тебя ждет. Нет. У нас такого нет. Илья, ты знаешь, мне кажется, во многом еще вот эта штука с фан-клубом начала, так сказать, идти вперед, когда появился альбом «Сказка о прыганении скользящем». Мне кажется, какой-то появился такой мир, может, я ошибаюсь, но я просто, опять же, вспоминаю те годы, да, когда я сам это все слушал. Появился какой-то мир, какие-то там слова, там, Йоханга, вот это все, которые были потом уже в обиходе этих людей. То есть, они как бы сами жили внутри уже какого-то созданного мира. Конечно. Я понимаю, о чем ты говоришь, ты абсолютно прав. Видишь ли, для меня рок-группы делятся на, скажем так, то есть, вот есть группы, которые создают свою вселенную, свой мир, и он заполнен своими персонажами. Там есть какие-то свои истории, да, там уже там свершившиеся, да, какие-то. Похожи на виртуальную реальность, в которую ты окунаешься с головой, да, и все, и живешь в ней. Вот это, есть редкие такие личности, артисты, которые создают вот эти вселенные, ну, например, ДДТ, да, то есть, там целый мир вот туда вот погрузился, и все, и с головой. Я считаю, что Калинов Мост такая группа, да, Алиса, безусловно. Аукцион, это тоже своя вселенная, там, Текилла Джаз, да, это своя вселенная. А есть артисты, которые просто, ну, поют песни. Знаешь, он такой, вышел, вспел, ну, такие два по пятьдесят тяпнули, попрыгали, такие, забыли, пошли домой. Или, скажем, эти песни можно слушать, пока ты моешь посуду дома, да, или, там, стираешь белье, моешь полы. Ну, такое, знаешь, вот, есть песни, которые невозможно слушать в дороге, ну, то есть, за рулем, например, да, потому что... Потому что ты отвлекаешься сразу. Да, потому что тебе надо сесть вот в наушниках одному или где-то и вот слушать, вслушиваться, да, есть быть в этом состоянии. Вот, вот это вот и называется передача, мне кажется, образа. Вот у нас случилось сразу это, то есть, первого альбома, на самом деле, то есть, у нас даже альбом «Война», это уже был такой некий мир, да, собственный, со своими персонажами, историями и так далее, и так далее. И мне кажется, вот, люди, которые в этот мир входят и которым он по сердцу, по душе, они в нем остаются на всю жизнь. Это, знаешь, как любимая книга, которую всегда можно вечером открыть, и ты снова такой туда, ух, знаешь, как в другой мир попал. Это, кстати, сродни вот той же самой наркомании. То есть, ну, это похожая история, да, то есть, как наркозависимый человек, он же просто в другой мир пытается уйти, да, от этой реальности, потому что она его не устраивает, отодвигается. И здесь то же самое, то есть, человек раз такой, одел наушники и вообще в другой мир ушел, в другое состояние все. Вот у пилота всегда это было, ну, по крайней мере, с первого альбома русскоязычного, вот, с войны. Поэтому, действительно, люди, которые к нам приходили, они, ну, кому-то это просто не нравилось по внутренним ощущениям, а кто это принимал, да, кто заинтересовался, он прям такой, ух туда, и все. И я знаю, что люди поколениями слушают группу. Сейчас вот приходят на наши концерты, понимаешь, там, бабушка, мама, папа, там, дети, то есть, три поколения семьи приходят на концерт. Все. Понимаешь, там, и дети иногда шестилетние приходят. Они тоже чувствуют это. Они еще, может, смысла слов не понимают, но они чувствуют это волшебство. А вот этот мир другой, и им это нравится. Знаешь, как читать «Алису в стране чудес», такой собственный мир. Мы всегда это старались. То есть, не то, что старались, а так получилось. Мы всегда вот этот образ доносили до людей. Слово «Йоханга» откуда у тебя появилось? Я не знаю, может, ты уже сто раз рассказывал, но я что-то не слышал. Я его просто составил из трех звуков, используемых в цигуне. Я на тот момент, когда мы делали сказку о прогуне и скользящем, я был с головой вообще вот как раз, собственно, в занятиях цигуном. Что я там три-четыре школы цигуна прошел, там, и большое дерево, и железную рубашку, и динамику, и статику, и так далее. И я этим жил просто. И когда мы хотели придумать такое приветствие между героями сказки, я взял три звука, которые используются в цигуне. Соответственно, звук вот этот вот «Йоханга» произносится как «Йоханга». Это звук собирания энергии. Звук «Йоханга» выравнивает энергию, а «Йоханга» — это выталкивание энергии. То есть «Йоханга» — три агрегатных состояний энергии. То есть сбор энергии, выравнивание и выталкивание. По сути, это можно так перевести, что это три состояния бытия. Вечность. То есть вчера, сегодня и завтра. Когда человек здоровается словом «Йоханга», это означает, что он понимает, что он вечная душа, а не временное тело. Это такое, знаешь, приветствие вне времени. Ну, как «намасте». Вот, это аналог слова «намасте». Только из других звуков собранных. Потом ведь у тебя были несколько альбомов, которые, на мой взгляд, были не слишком связаны с какими-то эзотерическими штуками. Было определенное количество людей, которые не особо врубились в эту сказку о прогунии скользящем. Да и до сих пор таких много. Да, то есть, которые вот там, альбом Джаконда, вот это все, для них это прямо круто. А вот эта вся эзотерическая тема не особо их врубает. Да это о том же самом, на самом деле. Просто, видишь, это с разных сторон. Альбом Джаконда, на самом деле, был весь посвящен анаэронавтике, то есть осознанному сновидению. Мы же еще тогда, в том возрасте, все уже разбирались в этом хорошо. Мы там с гитаристом очень постоянно изучали все эти восточные учения и так далее. Есть такая история. Раньше весь язык, написание, в том числе славянские, нордические руны, у которых одна платформа, иероглифы китайские, японские, суть это тоже одно и то же. Японский язык – это диалект, на самом деле, китайского, если уж глубоко копаться. Египетский язык, иероглифы и так далее. Все эти написания знаков были тройственные. В чем смысл? То есть один и тот же иероглиф означал или руна, или буква в славянском алфавите, означало буквальный смысл, как звук, например. Потом второе – смысл относительный, сравнительный, относительный. И третье – сакральный, магический, то есть духовный. Поэтому человеку можно прочитать одни и те же слова, буквы и текст на совершенно трех разных уровнях в зависимости от развитости своего разума. Вот в чем вся фишка. Касаемо «Песен пилота» человек берет, например, альбом Джоконда и слушает его в 13 лет. И он ему нравится, потому что там образы всякие интересные, да, там вот такой мир целый, да, он погружается, там звуки всякие и так далее, все такое мистично, но непонятно. Она очень красивая, но непонятно. То есть он понимает это все по-своему, очень поверхностно, но ему нравится. Проходит 10 лет, и, скажем, человек стал глубоко интересоваться этим, какими-то учениями троллевали, и вдруг такой, елки, так вот оказывается, о чем эта песня-то была, понимаешь? И понимает ее совершенно по-другому, то есть на втором уровне, сравнительном. Он понимает, что это не буквальная была фраза, а она относилась к чему-то, что он наконец-то прочитал и понял. Понимаешь, какая история? Но проходит еще 15 лет, и он такой, да ладно? И выясняется, что это вообще третий абсолютно как бы смысл, понимаешь? Вот, то есть человек, понимаешь, с развитием понимает одни и те же песни группы «Пилот» совершенно на трех разных уровнях, потому что они изначально были так написаны. И в каждом альбоме, так или иначе, не каждая песня, ты прав, потому что есть альбом, например, «Уходящее лето», да, который, ну, просто романтический альбом, грубо говоря, о каких-то там переживаниях эмоциональных, или альбом детства, да, он такой дворовый. Но альбомы именно «Пилота», они почти все таковы. Так или иначе, больше половины песен, там, процента 80, в каждом альбоме, они так или иначе говорят об этих сакральных мистических вещах. Просто завуалировано, зашифровано. И не сразу человек это понимает. Вот. Понимаешь, какая история? А у тебя у самого нет такого же в отношении своих песен, чтобы ты там свою песню через 15 лет, там, блин, вот понял как-то по-другому? Ну, меня, наверное, нет, потому что, как бы, я изначально понимал, что я в нее закладываю. Другое дело, ты знаешь, зачастую, когда я пишу песню, да, или там писал, я понимал, что истинный сокровенный смысл этой песни поймут единицы из, там, тысяч людей. Вот. Остальные-то воспримут по-своему. Вот это я изначально понимал, что, да, понимаешь, у меня был изначальный посыл написание песен на русском языке такой. Нас же Шевчук уговорил на русском петь в свое время. Да, это с его подачи мы перешли с английского на русский. Поэтому мы до сих пор считаем Юра Шевчука крестным отцом группы «Пилот». Если бы не его вот этот разговор со мной, как бы, группа «Пилот» бы не состоялась вовсе. По крайней мере, в русскоязычном варианте вот этом. Но когда я думал, с чего начинать, петь по-русски и о чем, и так далее, ты знаешь, я всю жизнь, с детства, ну, я осознал, что я всю жизнь испытывал некое одиночество. Ну, очень мало, практически не было вокруг меня людей, которые бы своим интересом, мировоззрением, да, каким-то ощущением, мироощущением были близки ко мне, да, как бы, там, которых бы интересовали те вещи, которые интересуют меня. Я таких, ну, не нашел. И я вдруг понял, что можно использовать песни для того, чтобы искать своих. У меня вот такая была мысль изначально, еще там, в 95-м году она зародилась, когда мы только стали переходить на 96-м на русский язык. Я вдруг понял, что я могу в песне зашифровать такие вещи, которые понятны будут только мне и тем, кто понимает, о чем речь идет, у которых есть схожие внутри переживания, состояния, какой-то мистический опыт, похожий со мной, понимаешь? Я решил таким образом, знаешь, это был такой клич в темноту, знаешь, как бы для своих. Вот. И я так и стал писать песни сразу, понимаешь? То есть я стал сразу в них зашифровывать такие вещи, которые будут понятны только таким же, как я. И они очень достаточно быстро нашлись и отозвались. И я перестал быть в одиночестве. Все сработало. А вот смотри, спустя какое-то время у тебя появилась такая тема, ты начал читать лекции. Если у тебя все как бы, вот то, о чем ты сейчас говорил, зашифровано в твоих песнях, и как бы их понимают, как ты говорил, единицы там из тысяч, а лекции типа это для чего тогда? Ну, впрямую. Слушай, мне показалось, что публика доросла. Потому что можно было бы с того же самого начать и в 2000-м. Да, но учитывая контингент людей в зале, да, на концертах, я понимал, что если я им сейчас начну, как говорится, со сцены говорить о каком-то там учении недвойственности, да, как бы там ободвайте, дзок, чене, понимаешь, там о каких-то таких подобных вещах, я уверен, что вот многие, кто смотрит сейчас, даже уже сморщили брови, ты, папа, ты с кем сейчас разговариваешь, да? То есть ты понимаешь, я сам их не сморщил только из-за того, что... Это очень высокие вещи, да, это речь идет об абсолютном знании, как говорится, об учении недвойственности. Вот, это то же самое, что на этом стоит и даосизм, понимаешь, и дзен-буддизм и так далее, и учение Уэй и так далее. Ну, все основные школы духовные мира. Ну, до этого люди годами идут, до осознавания этих вещей. И я понимаю, что если я сейчас прям в прямую это все ляпну, то люди просто, знаешь, такие... Илюш, ты что, типа, ну... Приболел? Да, ты что-то порошка перебрал, знаешь, или что там, всадил в себя, что-то не того, что с тобой, как бы врачей позвать? О чем он вообще... То есть просто, ну, я покажусь им психопатом. Поэтому я это все взял и, знаешь, сначала детской сказочкой обернул. Вот в альбоме «Сказка о прыгуне». Когда я увидел, что достаточно большой процент людей заинтересовались темой, и стали меня спрашивать, что-то, знаешь, я там еще приложение к сказке о прыгуне издал, знаешь, там печатное, в котором тоже всякого там добра мистического навернул, как бы, не ложного, не иллюзорного, но такое, полумистического, чтобы людей заинтересовать. И ты знаешь, и люди все больше и больше, они стали читать литературу, там же был список литературы. И ты знаешь, что люди, которые поняли, что, ну, просто такой, знаешь, алкогольный, наркоманский панк-рок закончился, они просто от группы «Пилот» отвалились. Вот и все в какой-то момент, какая-то малая часть. Они там пошли, там, слушать другие какие-то группы, менее замороченные на жизни. А публика, которая это все интересовала, стала, наоборот, к нам скапливаться, потому что такие группы, их единицы, на самом деле, среди сотен. Да, там, я могу и сейчас по пальцам назвать группы, которые несут нечто, ну, столь же осмысленное. Там это, там, группа «Одно но», да, например. Алиса та же самая, да, там, грубо говоря. Юра очень осторожно это делает, да, там, я имею в виду Шевчук, очень осторожно, там, аккуратненько, не в прямую вообще. Да, блин, ну, небо здесь, я не знаю. Да, этих групп, там, меньше десяти на всю страну будет, понимаешь? А групп тысячи, ты же понимаешь, десятки тысяч. Ну, да. Да, а таких единицы. И вот мы стали собирать вот этих всех интересующихся к себе, забирать всю аудиторию со всей страны, понимаешь, вот потихоньку, те, которых это все интересовало. То есть мы стали собирать своих. И они же росли с каждым годом, понимание росло. И к 2008 году, когда мы стали делать альбом «Один плюс один», а он конкретно посвящен как раз учению недвойственности, я понял, что, в общем-то, пора раскрывать карты, что люди сейчас готовы уже услышать. Я их подготовил специально альбомом «ЧБ», который был посвящен теме как раз относительности, да, вот этого всего. А потом раз и следующий. То есть я аккуратненько, ступенями по каждой ступеньке шел потихонечку, аккуратно, наверх. Вот. И все, и глядишь такое, а когда «Один плюс один» вышел, они такие, да ладно. И буквально через пару месяцев, как вышел альбом «Один плюс один», мне написали ребята из Москвы, сказали, мы хотим, Илья, творческую встречу с тобой организовать, где бы ты бы ответил нам на вопросы, касаемые этого альбома. Я такой, вот оно, вот оно началось. Да, и я приехал, пришло там порядка, не знаю, ста человек, или даже меньше тогда, и это была такая моя первая лекция. Ну вот, я осторожничал тоже, там они спрашивали, я отвечал, я очень аккуратный, и я почувствовал, что люди реально понимают. То есть есть отклик, есть понимание, и тогда на следующий раз уже конкретно прям лекцию во второй раз, бац, уже такой, и все потихоньку, потихоньку, вот это все и началось, там где-то с 2009 года я начал читать лекции, собственно, прям напрямую, конкретно. А насколько часто у тебя они происходят? Ты знаешь, первые несколько лет, первые лет пять, я читал их очень много, потому что люди были голодными. То есть ты ездил, куда-то тебя приглашали, да? Я очень много читал лекции, я читал по разным городам, ездил и по всей стране, то есть я там в Новосибирск, Барнаул, Самара, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Архангельск, это дофига, где читал лекции эти. При этом это не всегда было какое-то наше пространство, где мы собирались, а зачастую это было высшее учебное заведение. Я читал как минимум две или три лекции в Санкт-Петербургском государственном университете, на филфаке, на еще каком-то там факультете, в Институте управления и права в Москве и в Питере, там информационных технологий и так далее. То есть я по высшим учебным заведениям все это читал. Очень много приходило студентов, преподаватели меня приглашали и так далее, и так далее. Но люди были голодные, они прямо вот дорвались, знаешь, называется, то есть вот наконец-то. А потом я понимаю, что основная масса все получила, и, ну, естественно, людей стало приходить меньше, да, потому что, ну, процент людей, которые интересуются абсолютным знанием в Российской Федерации, уверяют тебя. Ну, блин, там, знаешь, это, наверное, одна десятая процента, вот, одного, от всего населения, знаешь. Ну, я могу тебе сказать, в знании даже описана эта цифра, статистика. Есть даже такое выражение русское. Один во тьме. Знаешь, что такое тьма? Это конкретное число. Тьма — это десять тысяч. То есть один из десяти тысяч людей интересуется этим знанием. Представь себе статистику. И вот каждый вот этот вот один из десяти тысяч пришел ко мне практически. Вот, и поэтому дальше я понял, что массово лупить, как бы уже стрелять, нет смысла. Уменьшил количество, но увеличил качество. Поэтому вместо лекций я стал делать вот эти лагеря, как я это называю, диверсионные джедайские лагеря, куда люди приезжают на какое-то определенное время. Такая герметичная практика, закрытая. То есть они ни с кем не общаются, как только с учителями между собой какое-то время. И у них восемь часов, там восемь-девять часов занятий, как в армии. То есть казарменное положение, жесточайший распорядок и так далее, дисциплина. Мы реально готовим бойцов прямо в этих лагерях. То есть как бы чтобы каждый вышедший боец оттуда уже как бы забрасывался в мир обратно в мирскую жизнь как не как ученик, а как учитель. Вот. Мы стараемся это все такими распространять. Забрасываем диверсантов, так сказать. Ощущаешь ли себя каким-то, я не знаю, гуру, наставником? Слушай, ну каждый из нас для кого-то наставник. Люди просто привыкли к этому слову, что знаешь, такой, о, учитель, да? Когда он был в мультике на ледниковый период. Да, учитель. Знаешь, я тебе помню хомяки эти. Если ты кого-то учишь, чему-то ты уже автоматически становишься учителем в данном процессе. Это же процесс, не название. То есть учителем можно только быть непосредственно в момент здесь и сейчас. Вот я, скажем, там, не знаю, вышел покурить на улицу, понимаешь, я перестал быть учителем, я стал обычным человеком. А когда я на лекции кому-то рассказываю что-то, безусловно, да, я нахожусь в позиции учителя. Но любой мой так называемый ученик, да, когда он в свою очередь начинает что-то рассказывать другим интересующим, он тоже становится учителем. То есть каждое живое существо во всех вселенных является и учеником, и учителем одновременно. Это касается всех живых существ, кроме одного. Потому что Бог только учитель. Он не является учеником. Единственный из всех живых существ во всех вселенных. Все остальные и учитель, и ученик. Для кого-то, даже не понимая возможно этого. На протяжении жизни у тебя менялись ли какие-то религиозные взгляды? Я бы не сказал, что менялись взгляды. Я искал зерно во многих религиях. Это да. Потому что, ну, я встретил своего духовного учителя в 96-м году только. Вот с тех пор, мне стало все ясно, понятно, и все. Я за него как бы уцепился. Александр Хакимов. По-русски, как говорится, он Александр Хакимов. У него есть духовное имя Чайтанья Чандра. То есть ведическое. Это ведический учитель. Вот у меня, скажем, два основных учителя было в жизни. То есть, ну, вот Александр Хакимов, он до сих пор, как бы, да, я считаю его своим учеником уже там, с 96-го года. Своим учителем, да, как бы, я его считаю. Вот. И конкретно науку семейной психологии, все, что связано с семьей, с детьми, я учился у такого учителя, как Сергей Яковлев, он же Сати, Сати Дас. Вот эти два человека вот мне, как говорится, все полностью знания преподали там за последние, сколько там получается с 96-го года-то прошло уж, лет-то там с математикой. Двадцать пять. О, двадцать пять лет, видишь, как прошло уже четверть века. Но до этого я не мог найти себе, да, такого человека, которому мог бы довериться полностью. Поэтому я в девяностом, по-моему, году, в девяносто первом, я вступил в буддистскую школу Ваджирояна, получил духовное имя, это единственное у меня духовное имя, как раз, меня зовут Карма Дорджи, буддистское имя у меня. И начал вот с этого, с буддизма. То есть, параллельно, я, естественно, там все изучал Кастанедовскую всю историю, потому что, ну, это было связано с наркотиками и так далее. Вот. Я там занимался и психологией, интересовался. Я что только не прошел, ты не представляешь. И Дейла Карнеги, и там, блин, в то время какая-то дианетика была, и черт знает чего, понимаешь, я ходил по всем. Там, уже году в девяносто третьем, по-моему, или девяносто четвертом я христианство принял, там, ну, как бы, вот. Мне интересовало все, грубо говоря. Я понимал, что речь идет об одном и том же, просто мне, знаешь, как прагматичному человеку, хотелось отмести фантики и найти суть. Вот, мне никогда не интересовала обрядовая история, там, все эпосы, там, фольклор, а мне хотелось суть выкопать, тайну, то, что работает, магию настоящую найти, знаешь, которая изменит тебя и твою жизнь. Вот я везде вот так вот и рыскал, ходил, ходил, пока вдруг однажды, вот, не встретил своего учителя и все. И первые же несколько фраз, которые он сказал, меня настолько ошарашили, я помню, что я, знаешь, первые 20 минут на первой лекции, когда я к нему пришел, тогда у него было 20 учеников в Питере, и я был среди них. Сейчас их тысячи. Я даже к нему подойти не могу, просто, потому что, когда он приезжает, там, 2000 учеников, и я там где-то сзади, там, вот так вот, знаешь, на него смотрю. А тогда у нас было 20 человек. Но я первые 20 минут на него смотрел, открыв рот, вот так вот сидел, и даже не слушал его. Ты знаешь, для меня это такое впечатление было, что я встретил настоящего своего отца. Вот такое было ощущение, прямо родного отца. И я его сижу, слушаю и понимаю, что он такие вещи говорит, вот в два слова, которые просто мне на глазах мозг, знаешь, собирают, прямо вот в картинку. Удивительно, конечно. И до сих пор, вот уже 25 лет, он мне все еще ежедневно и постоянно доказывает, что он самый мудрый человек, которого я встретил в своей жизни. А вот скажи, как бы ты хотел увидеть эффект от своих лекций на тех людях, которые приходят на них, да, вот какой результат? Они меня об этом спрашивают даже. Да, обычно, знаешь, человек через несколько лет или там, спустя какое-то время говорит, что многие, конечно, приходят и говорят, вот благодарят за то, что их жизнь изменилась, да, благодаря вот знанию, которое они получили. Во-первых, я всегда говорю, что это знание не мое. То есть, благодарность, это не мне, в общем-то, потому что это же цепь учителей, называется, на санскрите называется сампродая, это линия передачи знания учителями сквозь десятки-десятки тысяч лет, и эта вся цепь уходит к самому Господу, собственно, самому Богу-Творцу. Вот, и даже описано в литературе, как он кому чего это передавал и так далее, как это дошло до Земли, до планеты и так далее. То есть, поэтому мы стараемся бережно это все передавать из рук в руки. Просто обычные ученики в нашей, ну, там, в ведической традиции это принято передавать устно, обычно. Учитель передает ученику, да, а я, как публичный человек, мало того, это моя обязанность перед учителем, я обязан дальше передать знания, то есть, я не имею права его держать в себе. И я, как человек публичный, подумал, а почему бы не написать книжку про это, да, людям это все рассказывать, почему бы в песнях это все не выложить и так далее, и так далее. То есть, я взял это все вот так вот, берите, и широко это все просто всем раздал. Вот и все. И многие подходят, говорят, спасибо, вот что, и так далее, и так далее. И тогда я им говорю, они говорят, как мы можем тебя, Илья, благодарить? И тогда вот я им говорю одно и то же. Ты, единственная благодарность мне, как тебя, как ученика, мне, учителю, ну, в данном случае, ты ученик, я учитель, да, у нас такие отношения. Это так сделать, чтобы ты стал, во-первых, мастером золотые руки в своем профессиональном деле, ты должен стать лучшим в своем деле. И, ну, если ты семейный человек, то твоя семья должна быть счастлива. То есть, твоя жена, или ты твой муж, да, твои дети. Вот если твоя семья будет жить в радости, в благости, в счастье, да, как бы вы, там, не будет каких-то коллизий, перипетий, то есть, вы должны стать примером семьи для других. И ты должен стать примером, как мастер в своем деле. Вот это единственное будет твоя настоящая мне благодарность. Все остальное фуфло. Ну, и, конечно, ты обязан, как ученик, нести это учение дальше. Это твоя обязанность. Долг. Давай немножечко про другое. Конечно. Когда ты набил... Сейчас такие уже серьезные. Да, да. Когда набил последнюю татуировку? Сейчас тебе скажу, по-моему, года полтора назад. Вот. Это была смешная история, на самом деле. Я написал песню, которая как раз с новой пластинки, пластинки еще нет. Пошла первая песня по радиостанции, везде, там по интернету, она называется заживо. Песня. А там есть слова в припеве. Я татуировку в память о тебе выбью на седьмом на шейном позвонке. Это вот клип, который есть. Да, да, да. И тут мне один человек говорит, Илюх, так а что татуировка-то у тебя есть? Я такой, блин. А татуировки-то у меня нет. То есть песни-то я написал про седьмой позвонок, татуировку. А татуировки нет. Он такой, непорядок. Я такой, действительно, он прав. побежал к мастеру Жене Шевченко. Говорю, Женя, срочно. Ищи седьмой позвонок. и мы реально, слушай, мы запарились. Чуть ли не учебник по анатомии. Запарились искать этот позвонок. Нашли. Определили этот позвонок, определили рисунок, соответственно. Не пришлось долго его искать, потому что этот символ уже он сквозь многие года идет в группе пилот и со мной по жизни. Я этот символ себе на шею наколотил. на седьмой шейный позвонок. Это было последним этот ухо на данный момент. А вообще есть еще планы как-то дальше что-то делать в этом? Слушай, у меня был план, знаешь, но я не придумал себе пока во-первых, рисунок, во-вторых, у меня еще есть год с небольшим для этого. Потому что я хотел себе, я пузико себе оставил чистенькое и хотел себе здесь санцеворот сделать. но, честно говоря, не придумал рисунка, потому что мне хотелось бы, чтобы он был необычный, авторский и чтобы он соединял в себе славянскую и нордическую культуру. Потому что все-таки это все одно и то же, корни одни вот эти северные. Ну, не знаю, как-то завязать это все может быть с рунами, с какими-то историей. Ну, это должно быть как-то красиво, круто, магически. Пока даже похожего ничего рисунка не нашел. Но я это сказал, что я это сделал на 50-летие. У меня еще год с небольшим впереди есть, так что еще время есть что-нибудь подобрать. Ну, и плюс это, блин, так, это терпеть, это пузо, на пузе больно делать. Ну, да-да-да. Вот на спине, когда мне делали всю спину, я вообще спал практически. А пузо, говорят, мне очень приятно. Да, как-то уже, честно говоря, не так. Запал уже иссяк уже с годами. Да. Ну, это уже больше развлечения такое для себя. Илья, вот ты всегда играл квартирные концерты, по большому счету. И сейчас вот во время пандемии многие артисты там, ну, большие и маленькие, они как-то вернулись к этой концепции квартирных концертов, а у тебя она как бы была по сути, она у тебя не прекращалась. Ну, да. Да. Я так понимаю, что тебе нравится такая форма выступления в чем-то. Что именно тебе в этом импонирует? В основном два момента. Во-первых, песня под гитару, она лишена как раз всей фантиковой обертки. То есть ты доносишь суть. И до людей, иногда, когда ты играешь, они слышали песню там, не знаю, сотни раз, да, там, грубо говоря, там, на пластинке в исполнении группы. А потом ты так садишься с гитары, играешь эту же песню под гитару, и вот у человека, знаешь, тоже глаза раскрываются, и они такие, да ладно, то есть до них доходит. То есть вот эта суть, понимаешь, песня сама. Иногда она скрывается за аранжировками, звуками красивыми и так далее, и так далее, понимаешь, а тут ты прям доносишь саму вот это вот все. Вот это крутой момент, конечно, первый. И второй момент, мне очень нравится общаться с людьми просто. Я таким образом, знаешь, узнаю, чем люди живут, что им интересно. Вот. Иногда мне что-то интересное человек скажет, не знаю, анекдот расскажет смешной. Вот. Иногда люди, знаешь, на стул залезают, я предоставляю сцену, кто-нибудь из публики залезает на импровизированную сцену и читает свой стих. Вот, например, у нас-то есть такая практика. Мы разговариваем о жизни, о разных вопросах вообще. Это просто, знаешь, такой тусняк. Вот как у костра. Ну, только костра нет, единственное, вот и все, да. Можно, конечно, примус поставить для виду. Ну, вот. А так это, да, это посиделка у костра. Болтовня, истории всякие разные, интересные. То есть, это больше общение, нежели концерт. И мне это очень нравится, потому что есть какая-то некая душевность. И я вижу, как меняется состояние людей, знаешь, в течение квартирника. Здесь они приходят, такие сели. Я выхожу, знаешь, и такой артист. Ну, вот. Они такие, артисты. А они такие, публика. Но буквально проходит 20 минут, и они понимают, что, блин, обычный чувак, ну, как бы, человек сидит живой, разговаривает, матюгается иногда, ну, там, шутит иногда, знаешь, там, как говорят, так далее, вроде такой живой, нормальный мужик вообще, с нормальными, адекватными какими-то там понятиями. И они начинают со мной нормально общаться. Тоже, понимаешь, как бы и девочки, и мальчики, но уже, которым там уже разных годков, так говорится. Да и дети даже не стесняются, подходят, спрашивают мне чего-то, то есть, они не боятся меня ничего. Мне это очень импонирует, что, знаешь, есть определенная дистанция уважения, вот, понимаешь, есть очень тонкая грань между человеческим общением и панибратством. У нас, слава богу, за годы публика научилась этому. То есть, есть некая дистанция уважения, понятно, что они понимают, что это взрослый, чужой человек, не то, что я артист, а просто взрослый, чужой мужик, знаешь, там под 50. То есть, так низко, иногда люди этого не понимают. То есть, не то, чтобы там я артист, а просто, блин, чужой мужик. Вот. Но при этом можно спокойно вот сесть там, как с любым мужиком на улице сказать, ну, что там брат за жизнь, да вот, да вот, то-то, то-то, знаешь. Нормально поговорить, если вы оба адекватные, да, с уважением друг к другу. То есть, никакой дистанции особо нет, кроме вот этой адекватности человеческой, уважительной. А есть ли какие-то требования вот к организации квартирных концертов? Ну, все-таки, когда происходит какой-то концерт для коллектива, то есть, там все, я так понимаю, что это, наверное, не ты решаешь, то есть, у вас есть какие-то там директора, турменеджеры и так далее. Субординация жесткая, конечно. Все там жестко, А, скорее всего, квартирные концерты, я так понимаю, что, наверное, непосредственно с тобой обсуждаются, да? Какие у тебя требования по организации такого мероприятия? То же самое высылается вперед райдер. Ну, это волшебное слово, где описаны все технические бытовые условия, для которых нужны артисту для выполнения мероприятий. Их не так много. Вот. Самый главный пункт мы позаимствовали из райдера группы Чайф, чем надо, не надо. Это, да, это вот копирайт группы Чайф. Вот. Прекрасная фраза, поэтому просто предоставьте то, что я прошу. Причем в четкости так, как я сказал. Потому, чтобы не было косяков, накладок и так далее, и так далее. И все пройдет замечательно. Все. Лишнего не надо. Вот. Ну, и сделайте, как я сказал, не используйте свою, как это называется, инициативу. Не надо этого инициативы. Просто выполнить там восемь пунктов и так далее. Это касается количества людей, определенного стула, не знаю, определенного помещения, да, ну, и так далее. Бытовые такие вещи с дорогой связаны, с питанием и так далее. Все. Наверное, самый важный пункт, ну, такой, современных квартирников, да, по крайней мере, у меня, это отсутствие алкоголя и выпивших людей. То есть, мы сразу предупреждаем, если от человека запах даже просто есть алкоголь, мы разворачиваем его на входе и до свидания домой. То есть, мы не пускаем людей в алкогольном опьянении. Естественно, не терпим никакого алкоголя на квартирниках. Хотя, я знаю, что раньше, там, восьмидесятых, я и сам бывал на подобных квартирниках, там, группа крематорий, когда, там, все это бутылка вина по кругу ходит, но я наблюдал эту историю, понимаешь, когда, ну, какой-нибудь придурок, ну, да найдется. Или, там, человек, который трезво вел бы себя прилично, понимаешь, два стакана обжарив, он такой, язык развязывается, он начинает вести себя бесчеловечно, понимаешь, начинает, там, к артисту на коленки прыгать, разговаривать, а я чувак, ну, типа того, ну, и всячески на себя внимание, посмотрите, я какой крутой, а там, что за хер, там, сидя, вот, ну, конечно, и так далее. Всякий неадекват начинается, поэтому, я наблюдая это все у других артистов, сказал, что алкоголя не будет с определенного момента, хотя поначалу он был, вот, и все, ну, и я, собственно, не пью, поэтому мне, например, очень многие мои поклонники, давно не пьешь, извини, слушай, ну, понимаешь, я вот к этому отношусь, говорю, я не фанатик радикальный, да, как бы, я использую алкоголь в медицинских целях, вот, мне кардиологи прописали 50 грамм перед едой пить, я так и делаю, то есть, я вторые 50 не пью, для дома, для семьи, короче, да, понимаешь, то есть, адекватным в медицинских целях, потому что уже возраст, и я даже на лекциях говорю, слушайте, мужики, если вам за 50 или даже за 45, то, знаете, 50 грамм коньяка вас не убьют и ничего плохого не сделают, наоборот, может и жизнь спасут от инфаркта и всегда от тромбов, там, но это, блин, если тебе за 45 нормальный взрослый мужик, ну, пора, реально, полтинник, перед сном, коньячка, чистое здоровье, вот, ничего такого плохого не будет, но все знают, что я, знаешь, терпеть не могу людей, ну, выпивших, у меня прям неприятие, прям, я поэтому не участвую в общих пьянках, вот таких всех, знаешь, каких-то там, клубных тусовках и так далее, даже когда после фестиваля музыканты, знаешь, встречаются обычно, все живут в одной гостинице, да, да, и все такие, фойета, давайте посидим, все побухаем, потом пообщаемся, и я такой сразу, чуваки, до свидания, я спать, не потому, что я не хочу с ними общаться, а я не люблю пьяных людей, вот прям не выношу их, знаешь, для меня это прям зрелище, ну, не знаю, когда адекватный человек превращается вот в это вот, для меня это, омерзительно, а я не хочу испытывать это ощущение к человеку, который, ну, который мне нравится, скажем, а тем более женщина, знаешь, для меня хуже пьяной женщины быть ничего не может, ну, это просто омерзительное зрелище, вот, да, фу, вот, и поэтому, все, я стараюсь себя окружать людьми, которые адекватны, и выпиваю я тоже, только с такими, знаешь, очень редко, я знаю, что вот, вот этому можно два литра водки влить в горло, он все равно будет сидеть, понимаешь, и так же разговаривать, то есть он не потеряет ни контроля, ни дистанции, ни уважения, то есть все будет так же, я знаю это за ним, поэтому, вот с ним можно сесть, и из алюминиевой кружки водки у костра сжахнуть, понимаешь, потому что он адекватен, было проверено много раз, вот только с такими. Есть такое мнение, что тот же самый алкоголь, ну, и в некоторой степени и наркотики тоже, они нужны в государстве для регулирования какой-то стабильной ситуации по отношению к появлению большего количества людей, которые могут проявить какую-то, знаешь, там, агрессию в отношении, там, государства того же, или так же, то есть это, как бы, такой сдерживающий фактор. Мне кажется, это сдерживающий фактор для того, чтобы управлять людьми. опять же, конечно, для того, чтобы легче управлять. Ну, потому что глупым человеком легче управлять, да, безусловно. Ну, ты же понимаешь, говорю, вот, мы вот касаемся с тобой тех вещей, которые называются токсины. Я, как человек с незаконичным медицинским, я это все называю яды, токсины. Потому что алкоголь, наркотики, неважно, там, сигареты, все что угодно, да, это все яды, это все токсины. Ты понимаешь, что даже символ медицины это змея, да, то есть любой яд в правильном назначении, при правильной дозировке, да, и при соответствующем диагнозе становится лекарством. Поэтому я отношусь к этому как врач, пусть и недоученный. Я понимаю, что есть люди, жизнь спасут. Да, есть такие диагнозы, которые предусматривают, что человек лучше бы курил. У меня, кстати, такая же ситуация. Мне несколько профессоров, кардиологов, энеррофизиологов сказали, Илья, тебе нельзя бросать курить. Ну, и так далее. У меня там свои есть показания. То же самое, когда я пришел там со своими там еще давно со своим сердцем, тоже там профил, вот к такому вот светили, понимаешь, там, кардиологу. Первое, что меня спросили, Илья, ну, вы курите, пьете? А я на тот момент весь был такой в единоборствах, в йоге, там, на голодовках, там, ну, весь такой. Я такой, нет, я не пью, не курю. А профессор такой, жаль, придется начинать. Прикинь. Такой говорит, пора, все, если не хочешь инфаркт схватить, понимаешь, где-то, умереть за рулем в неожиданно, а у тебя ребенок маленький, надо беречься, поэтому, будьте любезны. Вот, поэтому, понимаешь, в немедицинских количествах и целях этот яд делает что? Он отравляет организм, в том числе, разум. Ничего другого он не делает. Поэтому, ты с таким же успехом, как вот люди бухают, понимаешь, они могут жрать матрасами аспирин или там, любые другие колеса. То есть, разницы нет, каким токсином ты себя травишь. Что это будет? ЛСД, марихуана, табак, никотин, там, водка, еще что-то. Какая разница, какой отравы ты себя запихал? Ты просто сносишь себе башку, понимаешь, у тебя умирают нейроны, клетки мозга умирают, тебя поэтому штырит, собственно, эта реакция такая, на то, что у тебя просто помирает ткань, ткани мозга. И все, вот, и человек становится неадекватным животным, как я это называю, гелядью, на животных рефлексах. Ничего другого не происходит. Поэтому государству очень выгодно держать людей в этой отраве, потому что они просто тупеют, а тупыми людьми проще управлять. Им сказали по телевизору, это плохо, они такие, это плохо. Прошло пять лет, нет, это хорошо, это хорошо. Но это же мы везде видим, по всей стране, понимаешь. Вот один что-то там сказал, ляпнул, все, там, тысячи на улице вышли, да, да, мы за что, мы за это. А за что вы за это? Да неважно, мы за это, понимаешь. Никто вообще толком не соображает, за что они идут на эти там, понимаешь, там, демонстрации или что-то еще, строят баррикады, понимаешь, мы хотим свободу и независимости. Я на лекциях всегда говорю, а вы знаете, что такое свобода и независимость? Вы хотя бы хоть раз задумались об этом? миллионы людей все время вот с этим лозунгом свободу и независимость. Они даже не знают, что это полная противоположность любви. То есть там, где нет и не будет никогда любви, всегда будет свобода и независимость. А там, где есть любовь, забота, нежность, ответственность и так далее, никогда не будет. Всегда будет полная зависимость и тотальная несвобода. А люди миллионы об этом даже не задумываются. Потому что они стакан влупили и за свободу, за независимость. Им лишь бы за что-нибудь переть вперед, понимаешь, потому что им сказал вот этот вот бормочущий бесовский ящик в углу их квартиры. Это удобно, когда за тебя думают. Тебе кажется, что кто-то возьмет ответственность за твои поступки в этом случае. Вот в чем дело. Он же сказал, мне же сказали, а я тут при чем? Понимаешь? А на самом деле нет. Это иллюзия сброса ответственности за свою жизнь. Это просто боязнь быть взрослым, боязнь быть ответственным человеком. Это страх. Как ты относишься к различным теориям заговора, масонам и так далее? Очень смешно, конечно. Эта идея в своей апофеозе, это же идея дьявола. Вот это христианство придумало гениального... А он почему, кстати, козел? Потому что он козел отпущения. То есть на него можно свалить все свои грехи. Понимаешь? Это не я, это меня дьявол искушал. Это не мы тут виноваты, мы белые и пушистые. Это вся эта сволочь порнокопытная. Нам все устроило. И человечество там пало из-за него и так далее. Это вот гениальная ловушка известнейшей психологии. Главное на кого-то свалить всю вину. Это называется опять же уйти от ответственности. Так делают трусливые и слабые духом люди. Поэтому трусливые и слабые духом люди придумали дьявола. Для того, чтобы на него все свалить. Свои собственные искушения, пороки и так далее. С тем же самым люди придумывают жидомасонов, звероящеров называют. Рептилоидов. Рептилоидов. Инопланетян, заговоры Ротшильдов, еще каких-то Штейнов и так далее. Путин во всем виноват. И так далее. Лишь бы кто-то был во всем виноват. Во всем виноват кто? Дьявол и царь? Это же веками все было. Это всегда реакция трусливого и слабого человека, который боится взять ответственность за свою и судьбу за жизнь свою и за жизнь ближайших людей. Это безответственность. Вот и все. Более ничего. Ничего. Поэтому я смеюсь каждый раз, когда человек начинает гнать подобную пургу, я понимаю, что он просто трус и слабак. Ну, я не говорю ему этого так, но я так думаю, что он трус и слабак, потому что он просто сваливает ответственность на рептилоидов, на какие-то другие заговоры. В общем, кто угодно виноват, лишь бы не он. Понятное дело, я старый психотерапевт, приходи. У меня есть волшебное колесико со звездочкой для таких, как ты. Илья, вот ты сейчас говорил, ну, я, в принципе, до этого это знал, что ты выступаешь периодически во всяких местах лишения свободы, там, с концертами. Вот недавно вышло интервью у Ксении Собчак, может, ты не смотрел с маньяком этим, которого выпустили вот недавно, да? Я не в курсе. Ну, неважно, суть не в этом. И вот, ну, много было дискуссий по этому вопросу, да, то есть он там, он как бы никого там не убил, но там у него были серьезные всякие штуки. Я просто не смысл, я послал пять минут, и я понял, что мне это неинтересно, я не стал даже вникать дальше. Я даже не интересуюсь, да. Как ты считаешь, смертная казнь, она вообще нужна или нет? Иногда да. Иногда это когда? Ты знаешь, это такой, блин, да, расширенный вопрос, хороший. Если есть возможность ее избежать, это было бы лучше. Но, я считаю, что держать вот какого-нибудь такого, ну, закоренелого чувака, да, остаток жизни в бесчеловечных условиях, задержания, не сделает из него человека. Я понимаю так, что люди идут на жестокости, на любые, из-за отсутствия любви внутри. То есть, им не хватало любви, заботы, нежности по отношению к себе. Вот этот вот дефицит любви выражается в агрессии, да, потому что он порождает страх, чувство одиночества, депрессии, ну, все подобные вещи, да, то есть, это симптоматика болезни разума под названием эгоизм, на самом деле. То есть, он думает только о себе, о собственном благе, о собственных наслаждухах. Вот, вот тогда он идет на эти все вещи, чтобы получить себе вот это, понимаешь, то есть, он компенсирует недостаток любви. Поэтому, мне кажется, что если бы человека хотя бы на остаток жизни, пусть изолировали бы от общества, но в человеческих условиях предоставили бы ему книги, там, возможность учиться, познавать, что-то еще и так далее, то есть, развиваться, да, то есть, по желанию, если у него там есть, там, если он осознал, там, даже для того, чтобы он осознал свой поступок, понимаешь, и раскаялся, что самое главное, это собственно, что раскаяние решает все, ты же понимаешь, но, чтобы он к этому раскаянию пришел, его же надо к этому подвинуть, то есть, у него разум должен вырасти над этим, а для этого нужна литература, люди, которые с ним общаются, там, ведут беседы, какие-то психологи, духовные учителя, в конце концов, к нему может, должен ходить, там, какой-то тот же священник, да, или духовный учитель, или там, не знаю, кто-то еще, течение-то духовное не важно, то есть, мы говорим о духовности, а не религиозности, ну, не важно, то есть, им надо заниматься, вот, но есть, я бы сказал, что это не вопрос суда или прокуратуры, да, просто иногда бывают ситуации, когда убить человека, это благо, я преподаю знание, которое стоит, вообще, платформа этого знания, это заповедь ненасилия, ни в коем случае, это не должно становиться причиной насилия для кого-то, но в нем же описывается шесть видов агрессоров, по отношению к которым ты можешь допустить лишение жизни, то есть, в ситуации в конкретной, это отравители, поджигатели, насильники, то есть, изнасилования, если ты вот видишь, да, что человека насилуют, да, ну, там, ну, мужик насилует девочку или там девушку и так далее, да, это вот, вот это вот знание абсолютно, то есть, грубо говоря, божественное, разрешает лишить его жизни, если нет другого способа остановить его, человек, который нападает на тебя со смертельным оружием, потом, применить лишение жизни можно к тем, кто захватывает твой дом, семью и землю, ну, как освободительная война, как Великая Отечественная война, пришли враги и решили захватить твой дом, семью, в рабство и там, землю, и те, кто несут грубое физическое насилие женщинам, ну, старикам, то есть немощным и детям. Грубое физическое насилие, то есть боль приносит, реально. Вот, вот ко всем им в этих ситуациях можно применить лишение жизни. Опять же, говорится, если нет другого способа их остановить, то есть это крайняя мера, которую нужно избегать до последнего. но, говорится, если это случилось, да, ты не понесешь за этого, как мы это называем, кармического наказания по судьбе. Нет, ты совершил благое дело. Именно это, кстати, в исламе называется джихад. Вот то, что извратили террористы, вот, своим искаженными мозгами, вот джихад, джихад, это называется битва за защиту праведности и праведных. Вот то, о чем я говорю. То есть ты должен защищать праведных людей и праведность закон Бога. Вот это называется джихад. А не мочить, извините, стариков, женщин, детей, там, какими-то взрывами, вообще ни в чем не повинных. Мне кажется, вот, воевать с детьми, это не воинское дело, и не мужское вообще. Так что это парни с головой просто не дружат. Подменили понятие, называется. В самом начале ты говорил, что, когда вот был рок из-под воротин, вы отслушивали кучу записей, и из них там грубо говоря, из 30-29 были. Были хорошие, очень. А, были хорошие, да. И вообще следишь ли ты сейчас за современной сценой? Я не говорю за молодыми какими-то, а вообще интересуешься ли ты современной музыкой? Нет. Тому есть адекватное, разумное обоснование. Я слежу за личностями. Мне нравятся личности, люди, за которыми я, которые мне интересны, их мировоззрение, какой-то внутренний мир. Я считаю их гениальными, поэтому я за ними слежу. В том числе это Паша Пиковский, тот же, да, там вот Василий Киселев, да, Василий Ка. Мне очень нравится творчество, например, это FPG, то же самое, я слежу за ними, смотрю, что у них происходит, выходит. Есть талантливые люди, Animal Jazz, мне очень близко их творчество, поэзия, все такое. Я считаю, гениальные, конечно, ребята. на текилы, джио, стажи и так далее. Есть конкретные личности, за которыми я слежу, но среди молодых исполнителей я таких личностей практически не вижу. Есть талантливые люди, но они не являются цельными, как я это называю. Знаешь, стержня нет. Нет собственного мнения, нет собственной мировоззрения, собственно, какой-то точки зрения на все, да. То есть, это такое, знаешь, разболтыши такое, но сборная солянка и винегрет, знаешь, из того, что ты там здесь услышал, тут там поверил, тут посмотрел, а это модно, и вот это все, но при этом человек талантлив, но это все вот чувствуется, что это такая болтанка, понимаешь, такая происходит. Наполовину это все происходит на хайп, наполовину просто там, позерство, еще на какую-то часть, я просто хочу быть там известным, хочу зарабатывать кучу денег, а мне это все очень не близко, и мало того, мне это раздражает очень сильно, поэтому я отталкиваю от себя таких людей, такое творчество, и не хочу им интересоваться. Среди современных людей я мало таких встречаю, достойных личностей. Я могу даже сказать, что в последнее время мне стало интересно то, что делает Баста, например. Вот, например. То есть до этого, пока он там занимался своей там, «Ё, брат!» И всякая-то история, знаешь, там такой гопотушный, мне это все было просто не близко вообще. Но тут он реально стал выдавать очень хорошие песни. Это про Сансару надо говорить. И мне понравилась «Папа ватсап» песня, там еще что-то я услышал. Это реально вменяемый, взрослый, адекватный мужик, который несет очень грамотные вещи через песни. Очень хорошие, позитивные, правильные. И я такой, нифига себе, парень вырос-то реально. Вот он вырос. То есть, это нормально, что он в свое время, вот это вот все, йоу-йоу, там, ну, это через это все проходит. Но не все вырастают в нормального мужика, понимаешь? А он реально вырос, понимаешь? И я смотрю на него, я за него радуюсь, что у него и жизнь сложилась, понимаешь? И, как говорится, и финансовая сторона сложилась, и семья, слава Богу. Я смотрю на него и реально радуюсь за него, что слава тебе Господи. Но таких мало. Очень. Илья, и напоследок вопрос. Какие у тебя основные правила жизни? Наверное, ты знаешь, первое правило жизни надо всегда следовать слову «надо» и запихивать в одно известное место слово «хочу». Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была осмысленной, радостной, в конце концов, сложилась и счастливой. Потому что я знаю, что слово «хочу» это корень всего зла, всего дурного, всех страданий, всего плохого, что происходит в твоей жизни. Если ты следуешь за своими хотелками, это приведет тебя в ад, так сказать. Поэтому надо следовать долгую ответственности своему предназначению, то, что ты должен исполнить перед вселенной в этой жизни. То есть реализовать свой талант, свои силы, чтобы после себя оставить. У меня есть любимая фраза из Эмфира. «Я так боюсь не успеть, хотя бы что-то успеть». Это гениальная фраза. Это первый момент. И второй, наверное, я считаю, что доброта лежит в основе всего. То есть человечность и доброта. Если в человеке нет доброты и человечности, все остальное пустой звук. И силы, и влияние, и деньги, талант, не знаю, харизма, все остальное превращается вообще просто в мусор, если нет в человеке доброты и человечности. Вот она лежит в основе всего. Такие два основных правила. спасибо за интервью. Спасибо за интервью.